Регионального оператора выберут на открытом аукционе. Как только это случится, за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и захоронение отходов будет отвечать одна компания. А значит, что весь рынок окажется в ее руках. Министерство природных ресурсов и экологии края успокаивают. Буквально за каждый мусорный бак в каждом дворе будет отвечать один человек. Он же будет устанавливать правила на полигоне. Я думаю, конечно, тарифный план будет немного больше. Насколько он будет больше, я думаю, лучше задать этот вопрос региональному оператору, который будет работать на нашей территории. Действующий полигон ТБО берет за один кубометр мусора 60 рублей. И эту услугу оказывают управляющие организации. Сколько будет стоить кубометр того же мусора после появления в нашем городе регионального оператора, никто не знает. Но известно, что услуга станет коммунальной. За вывозку мусора платить надо нормально. И деньги эти должны оседать не в кармане регионального оператора, как получается по капитальному ремонту, а на тех организациях, которые занимаются непосредственной вывозкой мусора, непосредственной переработкой, утилизацией и так далее. То есть это должно быть прозрачно, это должно быть цивилизованно. Добавим, старый полигон работает с 1973 года и сейчас находится в состоянии загруженности. Свободного места осталось совсем мало. Все ждут открытия нового полигона, на котором будет осуществляться сортировка мусора и захоронение отходов. Это полигон твердых бытовых отходов, который должен был начать свою работу в Каннске еще в 2014 году. Но из-за проблем с финансированием ввод объекта в эксплуатацию затянулся. Видно, что на данный момент никаких строительных работ здесь не ведется. И начнет ли он свою работу в ближайшее время, сложно предположить. Деньги на начальный этап строительства данного полигона были выделены из краевого бюджета в рамках региональной программы охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов. Но возникли проблемы с дальнейшим финансированием и объект был передан в владение частной компании. В телефонном разговоре директор компании рассказал нам, что строительство завершено. На данный момент все в стадии подготовки документов. Ориентировочно принимать мусор новый полигон начнет с середины 2018 года. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.